всем приветики пришел ко мне такой вот инструмент для зачистки проводов был в почтовом пакетике с пупыркой и в таком вот пакетике выглядит он таким вот образом эти лезвия нужны для зачистки коаксиальных кабелей его можно вытащить он вытаскивается и перевернуть другой стороной и там вот лезвие размер побольше это лезвие для зачистки круглых кабелей она регулируется даже вот можно покрутить и она выдвигается но не до конца но где-то вот на каком-то уровне останавливается это лезвие 2 верхняя нижняя для зачистки плоских кабелей это просто лезвие для обрезки видимо кабелей ну и можно наверное тоже здесь подрезать что-то сажать подрезать а про это лезвие там ничего не было написано это для обрезки кабелей вот такой вот инструмент я покупал просто для зачистки обычных кабелей обрезать можно можно как здесь вот она ложим сюда на эту пластинку и сверху лезвием прижимаем вот этим вот она обрезала и все вот он кусочек либо можно обрезать у меня есть попробовать другой вот здесь тоже ложишь так и он она обрезает здесь тонкие кабеля не почистишь но там даже не зажимает но плоские кабеля и кабеля чуть потолще даже вот этот например можно почистить то и зажимаем прокручиваем и он она уже осталось там и снимаем причем неплохо так получается сняла и все такое чистенько то есть не зацепила жилы то есть этот толщина этого кабеля как раз под эти лезвия 2 но тоненький тоненький кабель здесь уже не зажмет но можно здесь его зажать прокрутить это уже снять изоляцию но вот она сняла изоляцию тоже то есть здесь здесь удобно тем что ты сам можешь приезжать насколько тебе надо и покрутить кабель из можно что такой толстый положить чуть-чуть прижать его покрутить кстати есть такой такая штучка что буду мне было крутить типа на пальце держишь и крутишь но это больше подходит когда сюда вставляешь открываешь вставляешь и крутишь и она как раз таки зачищает но здесь здесь не до конца ты вот если накрутишь то она имеет какой-то момент порог остановки ну где-то вот столько все дальше на не пойдут уже даже начинает здесь подниматься все то есть такая вот такой это остается отверстие это более для толстых кабелей этот кабель он даже не будет там цепляться ну там уже ездит свободно ну да ну да мы кстати что можно регулировать можно если правда чуть потолще выбрать размер лезвия под подсунность получше пониже и как бы удобненько а вот с коаксиальным кабелем немножко непонятно она как-то так ну вот он коаксиальный он обычно используется для телевизионной антенны либо для камер вот здесь два лезвия верхняя и нижняя если ты ложишь сюда то верхняя сразу касается а нижняя она даже не достает эти получается нужно сильно вдавить как-то так вот сильно вдавить руками потом прокрутить вот это умнишь пальцы это покраснели и тогда получается такая вот штука что ну вот это вот верхнем прорезала такое большое толстая снимается а вот это вот нижним прорезала ну таким вот образом снимается ну да как раз так как оно и надо это прорезала верхним оставив такую тонкую полосочку а это нижним прорезала оставив остальную часть но при этом если здесь ты особо усилий не приложу чуть прижал и здесь тоже чтобы не продолжал засунул закрыл покрутил то здесь тебе нужно аж прямо сжать со всей силы чтобы она там зажалось но результат вот он какой довольно таки неплохо очистила удобно как раз он вставляется таким вот образом куда-то тоненькими и толстенькими зажимается ну то есть довольно таки неплохой инструментик ко мне пришел вот такая вот штучка удобненько такие вот инструментики бывают оказывается то есть разные варианты на я заказал такой вот так вот он работает ну и на этом все всем покидалом так вот и тормозит Продолжение следует...